Что ж, дорогие друзья, с вами опять снова студия RUHUB. Мы переносимся на вторую карту противостояния Electronic Boys и Wind & Rain. Первая карта у нас осталась за электрониками. Я напоминаю, что это DPC сезон. Второй сезон Северная Америка, Нижний дивизион. Давайте, наверное, сразу посмотрим на коэффициентики от наших друзей GGBet. Что они нам предлагают? 2.54 на Wind & Rain и 1.48 на Electronic Boys. Ну вот все тут быстро меняется, потому что все-таки на что способна та или иная команда, мы не знаем толком. Ну и вот Electronic Boys, Wind & Rain. Два таких коллектива, которые, в общем-то, сыграть могут как угодно. И вот тут интересные у нас появляются Operation, Oracle, Timber. Совсем другие драфты. Аппарат в Timber это всегда интересно. Как он отыграет, как он нам будет попадать. Это уникальный герой, который вообще регенится не дает. В свое время вообще это единственный был герой, который не давал регенится. Но сейчас наводили всяких шиф, скаде, весел. Весел вообще первым артефактом, который нечто подобное. Подобную механику ввел в доту, скажем так. Анти-хила, анти-регена. Не было ее до этого. Так, это Суэн. Пока что Timber смотрится здорово на раннем этапе игры. В поздней игре, конечно, ему тяжко будет. Так, хорошо. Суэн, значит, кентавр, снэпфайр, аппарат. Что нам еще покажет интересного, ребяточки. Так, как я понимаю, у нас еще не в бане тролль. Можно, в принципе, под ораклы это все забрать. Оракл-тролль. Да, тролль интересный выбор. Хотя тоже против аппарейшна может быть не так здорово. Но, с другой стороны, его в любом случае не зафокусить. То есть он не умрет, даже если у него мало хп останется. Хотя и не отхилится. Что еще против Свена хорошо у нас работает? Ну, какой-нибудь террор-блейд. Причем террор-блейд. Террор-блейд, наверное, один из лучших выборов здесь. Потому что если он доживает до своих слотов, Сандер игнорирует. Ну, Сандер это не хил, это механика свапа хп. Поэтому он игнорирует айс-бласт. И, в принципе, Свену всегда с террор-блейдом может быть не просто из-за того, что у ТБ слишком много брони. Но это Гирич. Не, ну Свен сильнее Гирича в этом плане. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим, да. У нас много упирается в исполнение. Тоже у нас на прошлой карте тоже был Джиггернаут. Как бы ориентировочно, да, Фантомка должна была убивать Джиггернаут и всех остальных. Но не дожили до этого момента у нас Wind & Rain. Как-то электроники очень активно начали прошлую карту. Там и Джиггернаута подкормили. И, в принципе, не имея никакого артефакта на разгон. Ну, понятно, Яша, Манта Стайл. Это все понятно. Но у него, в принципе, в начале хорошо сложилась игра. У него разгон был на... Он не крипов фармил, а сразу героев начал фармить. Поэтому у него все сложилось хорошо по игре. Что, нам нужно добрать, получается, и тем, и другим, скорее всего, мид? Наверное, электроникам хотелось бы кого-нибудь мобильного против Оракла. Нужно заезжать в него. Нужно его выключать из драки. Штурмовой забанили уже. Пак тоже в бане. Может быть, надо какой-нибудь Квапой подумать. Квапа, наверное. Мне кажется, у нас часто она сейчас в драфтах появляется. И, в принципе, по игре Квапа тоже нормально себя показывает. Может быть, ДП... Хотя ДП... ДП с Сайленсом. Марфа забанили. ДП с Сайленсом. Ну, получается, что у нас там процентажный урон, в принципе, от сифонов только на Тимбер хорошо будет... Точнее, плохо будет влиять на Тимбер. Вы понимаете. Так, Марфа забанили. Кого будут банить у нас в электронике? Конечно, может быть, естественно, такой вариант, что у нас и Гирыч в мид пойдет. Но это такое, скорее, притянуто за уши. Это что-то уже не такое стандартное. Ну, последний бан это Эмбер. Прям всех спиритов решили забанить. Ну, хорошо. Чем ответит Винден Рейн? Можно пока воспользоваться шпаргалкой. Худвинг. Например. Интересное. Клопа. О, Д, Тинк. О, Д не нужен. Клопа более-менее. В принципе, убивать... Так, а Кэрри у нас кто? Кэрри у нас Свен, да? Свен. ДПМ не так круто заходит. Все-таки там Апарейшн. Не даст ей отхиливаться. Может быть, какой-нибудь... Не, Кунка... Ну его нафиг. Реально, ну его нафиг. Всегда, когда я вижу Кунку на ласт пик, мне хочется Смайлу передать привет. Да, 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 уже может кому угодно передавать привет. Я думаю, да, я думаю, да, уже только ленивый не высказался по поводу Кунки на ласт пик. Клопа. Так, а что теперь электроником брать? Клопу забрали. Ну, вообще, Лина, ДП... ДП нормально вполне себе будет здесь. Лина, кстати, тоже может вполне зайти. Лина, Клопу, да. Клопу как бы унижает. Ну, как почти любого героя. Такой стандартный вариант. Магрос, кастер. Подняли в последнем патче как раз. Инвокер. Да, тоже. Тоже такой есть, кстати, нормас. Ну... В общем, синергия какая-то есть у нас снизу. Какая-то есть сверху. Ну, сверху есть инвокер, который бафнит Свена. Аппарат, который контрит Оркла, Тимбера. Снепфайр. Который неплохо на линии будет смотреться. Инициации в виде кентавра. Свен с кентавром сочетаются. Но мне как-то по совокупности больше нравится то, что сверху. Все-таки. Да. Я вам напомню еще раз, ребятки, что XPG, официальный спонсор турнира Toto ProSerk 2021. Второй сезон. Северная Америка. Ищите баннер от XPG по трансляции. И приобретайте механическую клавиатуру XPG Sammoner по суперцене. XPG, ваше преимущество в бою. Переходим, переходим. Четко. Как? Четко. Да, как... Что-то хотел сказать по поводу этих драфтов. Ну, ладно. Сейчас посмотрим, как у нас тут будет ребятки играть. Ну, в первой игре в Electronic Boys просто лучше сыграли. И мне понравилось, как они... Здесь, наоборот, им как раз-таки торопиться некуда. За ними уж точно лейт. Сейчас этот инвокер безумный, СЛН. Я бы даже сказал, неожиданно дисциплинированно они сыграли. Очень четко забирали обжективы, очень четко дожидались Рошана, не пороли никаких глупостей, все делали. Ну, как бы у них разгон хороший был, да? То, что Джаггернаут у нас получил то, что хотел по игре. И, в принципе, в принципе, все сложилось для них хорошо по итогу. Так, стандартные лайн, наверное, будут. Snapfire плюс этот кентавр. Мы уже привыкли к этой линии. Да, достаточно часто в последнее время мы это встречаем. И, в принципе, неплохо это все смотрится обычно. Электроники. Додавят у нас вторую карту, интересно. Им бы хотелось, я думаю. Напомню, что битва ребят, которые, в принципе, борются за выживание. Хотя, опять же, выживание где? В втором дивизионе? Ну, да, а будет ли эти дивизиона вообще дальше? Вот, для нее. Невонятно. Классовый у нас будет Unlocker. Классовый X. Он перепутал заклятие. Перепутал, думаешь? Мы просто видели в последнее время тоже их зортных. Ну, кстати, не всегда неплохо себя показывали. Бывал очень даже неплохо. За счет санстрайков как-то тоже помогали по линиям, разбрасывали. Выбирали какие-то фраги. Так, сразу у нас сбивает Oracle вард. Получает деньги в начале. Ну, прикинь, вот у Unlocker когда-то зависело еще не только, какую сферу ты, ну, какие сферы ты кастанешь, а в каком порядке. О, это было, да. Но это было прям давно. Сейчас у него 10 спылов получается, да? Да, 10 спылов. Ну, катаклизм 11. Еще заклинание. И надо еще было... Я помню, когда на Unlocker играли, все вводили, типа, название этой книжки. Ну, будь здоров. Извините. Вводили, короче, название, там, все, что, как. Но здесь... Это сколько комбинаций получается? Максимально, возможно, из трех символов. Ну, короче говоря, там порядка 27, что ли, у него было заклинание когда-то. Там чего только не было. Я читал в свое время, но я это не застал. Даже близко. Ну, кстати, Тимбер тут решил вкачать Wirling Death. И ему очень неплохо накидали под Cold Fit. Хотя, с другой стороны, Cold Fit на первом уровне интересный. Ну, под комбинацию почему бы и нет. Ну, ладно, но часто тоже Челлинг Тач качают аппарату, чтобы прохарасить как-то вначале противника. Ну, под комбинацию. Здесь под комбинацию. То есть, ты Челлинг Тач качаешь, но если у тебя есть комбинация, где ты можешь с Cold Fit нанести. Cold Fit нормально урон наносит, если... Особенно, если враг еще и замерзает, и он вынужден бежать куда-то там. Челлинг Тач тоже будет, я думаю. Мы видим этот агрессивный вард у нас от Win'n'Rain. Есть в планах, видимо, перехватывать курьеров здесь. Что, по миду у нас происходит. Инвокер, в принципе, хорошо по крипам сейчас идет. Но в пойме сильно отстает. Ну, квазовый инвокер аккортиком захарасить тяжело будет. У него очень хороший реген. Подветки вон 17 регенят. Так, ну вот, здесь у нас нападение небольшое на Снэпфайр. Получает он ракетку. Не хватит, наверное, урона. Ну, хотя долетает тычка, прожимает флагкэна у нас гирокоптер. Он получил второй левел опять вот прямо только-только-только. Последний момент, да. Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, фобо дается оформить, это хорошо для Win'n'Rain. Ну, не знаю, этот голый гирокоптер вообще без какого-либо усиления. Так он смотрится, конечно, квело. Да, здесь мы можем рассчитывать на Свена, потом под Аллакрити. Да, в принципе, даже Свен без каких-либо бафов, мне кажется, поинтереснее смотрится. Не говоря уже, оп, ППС. Бывает, ничего страшного. Снэпфайр у нас через Каттербласт качается, не через Лил Шреддер. Что мы как-то это, мы ставим лайк за Лил Шреддер автоматически или за использование по ситуации? Я не знаю, зачем ему Скаттербласт здесь. Ему нужно Лил Шреддер и Ферр Снэп Куки. А Скаттербласт, вот, например, ему нужна раскачка, как в прошлой игре была. Ну да. Где был Лил Шреддер и Печенка. Странный. Странный, странный момент. Ну что ты даешь Лил Шреддер, ты как-то харасишь противника, закидываешь Печеньку на Кентавра, там дальше идет стан, дабыл эйш, все в таком духе. Ладно, посмотрим на дистанции, как это все будет, инвокер уже 2-0 и есть, через урл он будет собираться. Квапа кортиком, конечно, откидывается, но действительно классный инвокер, так просто так не прохарасишь, он еще берет руку. Пошел, рунку забрал, подхилился, ну и возможно еще забрал, чтобы Квапа поменьше имел, потому что Квапа все-таки в ботл будет забирать, она пойдет одну заберет, а он еще вторую пойдет забирать. Нет, Квапа не должна ему отдать. О, хорошо, блин, руна воды есть, пошел кортик в инвокера. Он почти разбил руну, но не разбил. Этот кортик вот все-таки, конечно, никак, вот никак не захарасит. Сейчас инвокер нужно подхилочек принести какой-нибудь, чтобы, ну, понадежнее было, чтобы понадежнее какие-то ветки или, может быть, даже фласку. Ну, ему пока Квапа масочку несет на ману. Ну, в принципе, Квапа что-то перестала его харасить, поэтому он и так уже может быть и дорегенится. Горс, ей стоило нон-стоп как-то его полировать. Так, Свен немножко проседал у нас по крипам, но сейчас так пришли две пачки большие под тавер. Он спокойно их фармит. Ой, Свен вообще камбэкнет быстро, в любом случае. Клифф качает на четыре. Так, у нас забрали здесь Снепфайр. Йоу. Снепфайр на фиде. У Йоу была прошлая карта вообще сложная. Но как-то не получалось у него персонажей реализовать. Так, руна воды. Так, у нас здесь Леон выходит. Есть подкоп, есть Хекс, Квин оф Пейн, Кортик. Скрим. Здесь не хватит урона. Смотри, как хилиться от Инвокер, боже мой. Ну, третий Кортик. Как бы. Так, ну вот у нас здесь... Очень больно бьет третий Кортик. Опять Снепфайр с Вилл Шреддером, но печеньки нет. И как-то вместе с отсутствием печеньки и отсутствием подсейва, соответственно. Какой-то потенциальной инициации. Да. Так, у нас здесь на Кентавра напали. Ракетка сейчас на него поедет, заехала. Так, ну что у нас опять? Тиберсоу. Не знаю, что там происходит. Там на самом деле Тиберсоу подруинил своим ребятам, потому что сейчас нападают. Хотя Инвокер все равно погибнет. Да, есть. Фаррифайр восемьдесят пять. Скрим снимет семьдесят пять. Еще потычки скинутся, его заберут. Но он странно сыграл. Так, у Тиберсоу у нас проблемы с ПК. Вот это совсем не то, что нужно. Да. Ну что, в таком случае у него есть какое-то временное реконект, наверное, да? Потом уже время пенальти. Надеюсь, реконект. Были у нас такие истории, когда просто люди отключались от игры. Доигрывали там вчетвером или писали сразу в ГГ. Ну и не хотелось бы, чтобы так все закончилось. Всегда реконект. Нет, ну тут пока рано об этом говорить. Еще много времени. Надеюсь, вернется. Ну, в общем, пока что поначалу. Тем более, вот он уже вернулся. Реконект, реконект есть. Короче, Инвокер сейчас умрет. Но он сам виноват. Он как-то странный. Во-первых, у него нет варда на руне. Во-вторых, на какой черт ему вообще эта руна? Он просто, мне кажется, больше времени теряет. У него и так нормально с регеном. ХП и мана. Может быть, он Квапе не хотел отдавать. Но в итоге без варда получилось так, что его там поймали. У Квапы-то вон два варда. Да, Инвокер здесь приезжает. Варда на руне нет, потому что его прям сразу разбил Оракл в самом-самом начале игры. Видимо, другой не был предусмотрен. Ну, нет и нет. Но так и Инвокеру не сильно руны нужны. Ну, видимо, да. Хотел как-то Квапе не отдать, но получилось как получилось. Получилось не очень здорово. Прямо скажем, Тимбер оставляют одного. Он может стоять теперь один долгое время. Главное здесь не перенаглеть. Тимбер хорошо идет по крипам. Он себя здесь чувствует комфортно. Если Свен подходит. Свен молоточком добивает ранжевого крипа. Так, али он у нас идет на ноге. Регенится. Что? Смог приобретает. Может быть, будет еще какой-то выход у нас. Ну, ему теперь просто бегать можно. И там гангать по всем линиям. А Тимбер стоит спокойно. Отводит крипов здесь. Так, нет, он идет на Свен нападать, походу. Так, хорошо. Он может, он может. У него тут бешеный реген, но Свена слишком мало урона. И Свену нужно куда-то уходить. Там, начинать фармить леса. Здесь просто, может быть, аппарата оставлять. Так, у нас вообще... Тимбер просто очень нагло играет. Стоять по таврам. Выход на инвокера. Кринов Пейн. Хорошо. Ульт фаррифайк проживает инвокер, но здесь уже не уйдет. Два раза. Два раза. Он опять пошел за руной? Да. Молодец. Нахрена инвокер у руны? Вообще не могу понять этого. Он идет... Ситуация довольно простая. Аппарейшн стоит на линии. Свен ушел в лес. Сверху идет игра 2 на 2. Леон бегает по карте и ищет, кого бы забрать. И он ищет уязвимые точки, которыми прежде всего и являются. Руны богатства, руны боевые. Но если руны богатства собирать все-таки хочется, то вот боевые руны инвокеру забирать вообще ни к чему. Ему нужно думать о том... Ему нужно попросить варды, чтобы ему принесли. Чтобы видеть, ну, хоть немножко, где находится Леон. Этого не сделан. И Леон в итоге просто бегает... О, кстати, 2 руны лежат. Так, у нас к Свену уже летит на самом деле Мом. С Момом он сейчас в лесу покомфортнее себя будет чувствовать. Ну да, он пошел разгоняться. Но пока что в Винден Рейн комфортное преимущество забрали. Да, здесь Леон вот пришел, поставил вар в чужой лес. Не знаю, видел его, наверное, Свен. Будет сейчас какая-то инфа, что нужно здесь раздевардить. На топе у нас 3 персонажа Рейдиант. Будут ли делать какую-то грязь, пока непонятно. Ну, Герокоптер по фарму тоже идет хорошо. Со Свеном у меня... Инвокера опять убивают. Инвокера убивают. И здесь еще и на Йолу замахнулись. Уже Тимбер, но здесь отсюда не уйти. Инвокера загнобили просто. Еще в 8 минут не прошло. Три раза он уже в таверне побывал. Так, на развороте Герокоптер вливает урон. Минус оперейшн. Ёла, что-то как-то не пробили. Ой, печеньки закинули хайграунд Кентавра. Хорошо. Кентавр сейчас еще под Пьюри Флеймсом пригиниться. Значит, Инвокер залил просто настолько мощно эту игру. Очень жестко. Сейчас еще тавер упадет на 9 минуте. Это прям очень осложнит электроникам игру. Так, Queen of Pain на Snapfire. Скрим есть. Snapfire убивает. Но сейчас Queen of Pain тоже приехала здесь. Стампит. Кентавр перед смертью прожрал. Получилось разминаться в Леона. Так, ну и сейчас еще я поясню. Что происходит вообще? Стакпи. Ой, как печально. Стакпи не хочется отдавать. Ну, тут у Гирыча нет ресурса, чтобы эти стаки заформить. Хотя Тимбер поможет ему потанчить здесь крипов. Блин, вот на самом деле драка получилась не такая плохая. Убили Квапу, она там переагрессировала. Но блин, стаки. Стакпи для Свена, за счет которых он должен был камбэкнуть в игре. А в итоге все, все стаки забираются Гирычем. 5000 Тимбер становится. 4400. Я не знаю, как тут играть. Буквально невозможно играть после такого. Так, у нас Гирокоптер. Здесь же Snapfire тоже ловит ракетку Кентавр. Отходит. Просто пришли, зафармили стаки в наглую. Да, сложно. Ну как, знаешь, я бы сказал, что все закономерно. Они выиграли драку, зафармили стаки. Соперник помешать не может. Вот, все абсолютно логично сделали. Не знаю, как в такой игре камбэкать. Да, еще получается, потеряли два тавера очень рано. Потеряли свои стаки, за счет которых можно было камбэкнуть. Тимбер уже большой. Тимбер уже идет. Вообще ничего не боится. Топный творост на карте. Ну тут как-то халдится, я не знаю. Находить пространство для фарма. Создавать Свену, что-то еще стакать. И не отдавать эти стаки. Мы видим хороший вард здесь на треугольнике на чужом. Если будет какие-то еще стаки. Прямо между сентряков поставлен. Очень сильно получается. Да, 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 да. Здесь его не нашли. Кентавр имеет худ. Йол. На торнадо попал кентавр. Стампит прожимает, чтобы забрать оракул. Но это только один оракул. Ну они молодцы. Хотя бы что-то идут, забирают. Вот они сейчас могут эту вышку забрать. Это откроет им немножко больше пространства. Потому что у них с этим самая большая проблема. Им можно игру попробовать затянуть. Но ее не затянуть никак, если они не отыграют. Хотя бы немного. Так, у нас здесь опять нашли Свена. Точнее, нашли кого-то. И это был Свен в этот раз. Очень жестко их сейчас могут зажать уже. Если упадет этот тавер, то Свену в принципе негде будет фармить. Кроме своего треугольника. А туда за ним могут прийти. Нелегко его забрать на этом деле. Подъезжает Катапульта. Тимбер танчит все это дело. А тимбер... Такой классический тимбер, который настолько стал огромным, что пока доберутся до артефактов, с помощью которых убивать этого тимбера, может уже быть слишком поздно. Но надежда на хорошую ульту оперейшна. Короче, вот на самом деле, одна драка и Electronic Boys все вернут. Но как эту драку им провести, непонятно. Тем более, вот как им находить место. Им нужно раздевардить. Им нужно найти место, где пофармить. Чтоб Свен выносил свои шмотки. Он делает сам любых арублинг. Хороший хитрый вард, который с помощью двух центряков не смогли найти Electronic Boys. Там есть еще два. Один на горке стоит в лесу Radiant. А один стоит прям за тир-2 тавером. И его тоже вряд ли найдут сейчас. Поэтому Vision будет... Контролирует все перемещения, получается, сейчас Wind & Rain. Все перемещения электроников у них как на ладони. Свен. Так и получается. Вот как я сказал, забрали Т2 тавер. И у Свена только одно место, где он может фармить. Это свой треугольник. Дальше ему выйти просто некуда. Прожимает ультимативную Свен. Получает Hex, подкоп, Queen of Pain. Стампид есть. В Свена палец. И Мпейн. Вокер откидывается. Снэпфайр разультилась. Минус Queen of Pain. Минус Леон. Ну неплохо. Минус Леон хотя бы. Даблкил для аппарата. Так. Заберут ли здесь Тимбер? Тимбер очень плотный. Нет, не заберут. Подхилит Оракл еще ульта есть на всякий случай. Ой, как больно. Кентавр сейчас сгорит здесь под Тимбером. Вот нашли, наконец-то. Поставили еще один Центряк. Там, где не хватало. Так, Оракл проблемки. Всю ману ему выжгли. Подурный горит. Ну тут Сворд просто идет. Вообще ничего не боится. Минус Снэпфайр. Ульта Парижина залетает по Тимберу. Свен под молом нарезает. Нет у него ульты. Квиннов Пэйн сюда перетягивается. Есть у нее Соник Вейв. Даже под ультом аппараты и под веселом не могут пробить. Это учитывая, что у Оракла не было маны на ультимейт. Был шанс забрать этого Тимберсо. Но не получилось. Как-то очень жестко у нас задавили. Прям. Сколько на какой? На 11-й минуте у нас упали 3 тавера уже у них. Ну, во-первых, видишь, как Вард сыграл. Вот Свен думал, что он сейчас Леона поднимающегося убьет, а там Вард. Его сразу же нашли, потому что Свен сразу понял, что как-то так. Меня здесь видно. Он дал инфлосуппортом. Но, тем не менее, драка уже была проведена. Там реально вот только вот это вот место, оно находилось между... То есть 3 варда пришлось поставить, чтобы забрать этот... Ну, да. Ну, такое бывает. Потом момент, там немножко инвокер неудачно сыграл. Там немножко не доиграли. Тут, здесь не хватило ресурсов. Тимбера чуть-чуть не дофокусили. Там буквально по нему пару ударов было сделать. Он уже не регенился. Можно было забирать. И вот и все. Давят, да, не дают опомниться. Потому что... Если дать отыграться, то потом уже может быть очень тяжело. Так, сныпфайр раскастовывается, но не попадает к Леону. А, сныпфайр, кстати, вообще, видимо... Так, сейчас посмотрим. Так, enough pain. Сныпфайр начала работать. Можно здесь попасть. Есть ультимативный отсвоен, нападал Лакрити. Больно бьет. Вот, кентавр, хорошо. Очень хорошо забрали квапу. Ну, квапа здесь доигралась. На самом деле, квапа тоже начинает очень много фидить. За аппарейшнам у нас выходит. Кстати говоря, может быть сейчас Ice Blast, если подцепят тимбера. Ну, не там оракл. Лучше... Лучше оракл забрать, конечно, да. Наверное, нужно забрать, в первую очередь, оракл. Кентавр хорошо врывается на оракл. Есть Ice Blast туда же. Тимбер без маны почти остается. Но успевает оракл повесить ультимативно. Минус оракл. Гирокоптер сюда подлетает. Кулдаун по всем бьет. Минус кентавр. Дальше. Минус снэпфайр. Хорошо. Под спирид веслом тимбер. Но все-таки не хватает урона. Он живет. Ну, не хватает по нему урона. Ну, он был под фолспромисом. И его фолспромисом за сейвили. Такая интересная опять получилась у нас драка. Кстати говоря, еще один вард все-таки смог найти Operation. Мне очень не нравится, как играет снэпфайр. Во-первых, ее раскачка. Во-вторых, она постоянно... Я вот смотрю, она дает скаттербласт в фейтседикт. Там даже был момент, она гонится за Йолом. У нее мана на последний спелл. Он под фейтседиктом. Ей секунду можно подождать. Она вместо того, чтобы подождать секунду, просто дает в него скаттербласт. Наносит ноль урона. То есть прям вот такое ощущение, что человек первый раз в жизни увидел такого персонажа, как Орак. И не знает, что второй спелл. Ну, просто скорее бездумно немножко жмет кнопки. Но вообще как-то вот они цепляются, цепляются. И если Operation так будет попадать ультимейтами, то шансы у них будут. Потому что он прям хорошо попадает. Он сейчас попал в Ораку, задев Тимбера. Да, это, конечно, все хорошо, но проблемка в том, что Гирич фармит. Он уже хорошо разогнался. У него есть Аганим. Сейчас будет Яша. У меня сейчас стаки какие-то ему делают. Все то время, которое Свен скитается по карте и пытается найти хоть какой-то фарм. Гирокоптер фармит и делает это хорошо. Ему это хорошо удается. Сейчас у Тимбера еще и Ул есть. Свен-то тоже неплохо фармит, на самом деле. Так, на кого напали? Свен-файр, кулдаун туда дает, кулдаун мимо, не по кому. Стампид прожимается, отходят рейденты. Нормально, так, отошли. Свен, в общем-то, если так посмотреть, он по динамике, мне кажется, даже чуть приближается к Гирокоптеру. Хорошо идет. Очень нужно, чтобы дошел. Сабля, Мом, да, в принципе, с этими артефактами он может хорошо фармить. Но дело в том, где ему фармить. Достаточно ограниченное пространство у него для этого. Ну, вот, смотри, вверх. Вот, линия запушилась, вышел треугольник. Потом выходит сюда, вот эту линию пропушивает, забирает здесь. Ну, в принципе, более-менее. Конечно, у Гира еще больше, я спорить не буду. Но, так, цепанули Тимбера. Айс-бласт забрали. Ну, хорошо, хоть так забрали. Плохо, что все забирает аппарат. У него 3900. Он даже сам этому не рад, но он ничего не может сделать. Потому что под айс-бластом ты не контролируешь. А не давать его тоже никак нельзя. Потому что, в принципе, не убьешь тогда. Не убьешь, да. Но, тем не менее, они забрали 4000. И без Тимбера тут, как бы, немножко можно подышать. Свен вот уже близок к БКБшке. 8600, 9800. Ну, полторы тысячи между ними, да, где-то? Даже меньше, слушай, почти 1000. 800, ну, плюс-минус монета, да. Это не так много, как было. И инвокер, опять же, не такой 6200 на 7200 квапа. Это учитывая, какое начало было у этого инвокера 0.3. Да, он камбэкнул, можно так сказать. Потому что в начале ему прямо очень сложно было. Квапа очень много умирало до своего БКБ. И БКБ там еще не скоро. Опа, хасту успевает забрать кентавр. Какой, молодец. БКБ не скоро, но зато у квапы есть оркит. И с этим артефактом он тоже может навести шороху. Да, вся надежда на аппараты здесь, конечно. И на его игру. Свен почти с БКБ. Так-то оно так, но, конечно, не очень хотелось бы делать расчет на аппараты, потому что до него здесь можно добраться легко. Один разочек. Надо один разочек хорошо подраться. 3000 осталось. 5000 на 10, да, это очень много. А 3000 на 18, 19, это уже не так много. Сейчас еще он, кентавр, там забирает тир-1 в миде, возможно. Ну, хотя нет, сначала падает тир-1 сверху. Да, но на самом деле Свен, несмотря на то, что пространство неограниченное, он все-таки находит себе место, где поформить. Скоро будет БКБшка, с БКБшкой. Он хорошо двигается, да. Так, вот сейчас очень важный момент, очень опасный. Кентавр отвлинкался назад. Хорошо стомпит на отход. Логично, логично. Забрали тавр. Ну, да. И Свен в этот момент все профармил. Там еще какие-то стаки небольшие ему успевают делать. И он уже почти догнал гирокоптер. Между ними практически нет разницы. У него уже есть блокинг-бар. Ему остается только блинк, чтобы мобильности добавить. Но под стемпидом он может и так залететь. То есть вот прям уже ситуацию выровняли практически. Так, хорошо, что у гирокоптера есть яша. Будет выход в БКБ. Так. Торнадо ЕМП и не по таймингу немного. Свен. О, есть Свен. Поражал ультимейт. Так, печенька тут тоже непонятно почему. Так, заезжает в Тимбера. Хорошая ульта Топаришина попадает по Тимберу. Тем временем Кентавр подстанил Оракл, чтобы не мог тот засейвить никаким образом его. Квин оф Пейн. Хороший ультимейт. Много урона минус Кентавр. Вот сейчас хорошая печенька была. Застаняли Квин оф Пейн. Но драться уже особо нечем. Свен сильно бит и Свен отходит. Леон с Блинком уже. Это хорошо. Минус Снэпфайр. Очень долго, конечно, все ковыряли. И прям Квапа крайне вовремя дала свой ультимейт. Потому что Свен был в БКБ. Если бы Свен бил, он бы мог вообще гирокоптера чуть ли не убить. А в итоге он вот эта вот анимация отлета была. Но в целом драка прошла опять ровно. И все у нас просто продолжают фармить дальше. Самое главное, что меняется все лучше и лучше, это заметно. Что Тимбер перестает быть какой-то супер страшной угрозой. Что все-таки раз за разом его все сильнее пробивают. И в какой-то момент... Ну там отличный мультиопарышин залетает почти каждый раз. Да. Очень хорошо кидает. Под контроль. Всегда. И вот уже Свен. Свен, кстати, под угрозой. О, да. У него 10 секунд до БКБ. Но он уйдет. 10 секунд он должен здесь дождаться. Ну как-то рано Oracle начал, что ли, испугал. Да. Что команда в стене стояла. Если бы позже начал, то БКБ. Хотя с другой стороны, Леон. Там Леон с Блинком. Да. Это же прям моментально можно все сдать. Блинк, Хекс, потом Станчик, потом еще там ракетка долетит от гиролета. И вот мы смотрели, как Свен еле-еле доживает до БКБ, а тут вот у него уже скоро Блинк появится. Так, ставится ракетка на Свена. Возможно, разведут сейчас как-то его на БКБ. Ну вот здесь никого особо нет, урона не хватит. Гир очень такой большой, хотя дает калдаун. Так, ну по ощущениям реально разводка БКБ. Стампид на отход. Свен проживает БКБ. Квинов Пойн очень страдает за три удара, стирает ее. Минус Леон также. Снэпфайер изультилась. Последние ни по кому не попадают плюшки. Ну вот, хорошо, как под Стампидом-то. Да, ошиблись немножко Винден Рейн. Они выходили, у них Ораклу оставалось пять секунд до ультимейта. Он бы тогда засейвил Квапу, она могла дать раскаст. У нее нет БКБ. Им нужно либо БКБ на Квапе дофармить, либо чтобы был подсейв на Квапу. А так получилось пренеприятнейшее известь. И у Гирокоптера нет БКБ. Короче говоря, они сейчас прям... Вот есть такое понятие пиксила. Я думаю, ты его не раз слышал уже. И оно сейчас модное. Вот пиксила у команды Винден Рейн будет, когда у них БКБшка на Квапе и на Гирокоптере появятся. Они с этими БКБшками буквально снесли бы Electronic Boys. Но они вместо этого нафидили несколько раз. И в итоге сейчас вот они прям очень плотно приблизились к тому, чтобы Свен все-таки обогнал Гирыча. Да, Свен, кстати, действительно очень хорошо находил в себе пространство для фарма. Даже оказавшись зажатым. Сейчас у него есть блинк, у него есть все для хорошей инициации. Доедал следующим слотом. Там вот, когда будет много урона, уже и Тимбер будет рассыпаться. У Тимбера пик силы был где-то на 15-й минуте, да, когда он ходил безнаказанно мог все делать. Но в последнее время у него вообще Нетворс не сильно увеличивается, потому что подрезали ему все эти дела. Хорошие ульты от Аппарашн и залетали. Да, то есть он и так стал не такой сильный еще ульта от Аппарата. Но в какой-то момент на Тимбере уже будет плюс-минус пофиг. Главное будет просто убить Гирокоптер. Но опять же, наличие Оракла, оно как бы делает эту задачу немножко сложной. Потому что если Оракл дает свой ультимейт после ультимейта Аппарашн, то потом срабатывает весь за хил. Так, ну-ка. Он в опасной ситуации сейчас. Да, здесь в Смоках у нас Винн Рейн. Он нашел Тимбера, и все, и сразу понял. Так, усиливают его. Солар Крестный инвокер есть. В Тимбер влетать как бы тоже не сильно хочется сейчас в одного визита, но сейчас видишь, что Гирокоптер тоже здесь. Есть Смок от Кентавра. Будет ли какой-то врыв? Вот Оракл хотелось бы высечь, пингует на него здесь. Свен, Стампид, Стан, по Ораклу. Оракл, успевает ли что-то дать? Нет, не успевает. Минус Оракл, минус Леон. Дальше драка идет. Квин оф Пейн, хороший ульт. Свен очень битый, Гирокоптер сейчас добьет его. Ой, есть, Свен умер. Да, но Кентавра здесь тоже никуда не отпустят. Сейчас его подрежет Тимбер, минус Кентавр. В принципе, хорошо начали драку, но дальше не хватило. Дальше пошли Апаришин. Сейчас ракетка его догонит. Тычка, да, даже не нужно было ракетку. Ну, я, честно говоря, не понял там, что с БКБ у Свена случилось. Такое ощущение, что он не сразу нажал, и Леон его успел хексануть. Из-за этого немножко получилась неприятная ситуация, потому что Свен круто влетел. Они могли быстро убить двух суппорт, или даже одного суппорта, и потом уже играть. Но вместо этого получилось не так круто. Да, тут пытаются помешать, но Рошан, скорее всего, упадет. А, это важный момент. Теперь с Аегисом будет, конечно, все по-другому. Еще я не понял момент, неужели Оракла убила прям в его ультимейте? Разве это вообще возможно? Неужели Апарат может убить в его ультимейте? У него залетело... Он успел дать свой ультимейт куда-то, потратил его? Или, может быть, я... Хм, у него 120 секунд кулдаун. Не обратил внимания, но сейчас, так как кулдаун идет, скорее всего, куда-то он его давал. Только вопрос, куда? Мне показалось в себя, но его убило ультом Оперейшн насквозь. Я, честно говоря, думал, что это невозможно, что Оракл только Акс его пробивает, но такое ощущение, что его пробивает и Айс Бласт, в том числе, и слишком мало ХП. Ну, ладно, в общем... То есть, сколько там порог, убийство? 10% сколько так? 13%? Так, инвокер дает печенье. Могли не в ту сторону ему дать печенье, было бы не очень весело. Угу. На блюдечке подать инвокерам, вместе с печенькой. Ну да, причем так и планировал. Там у Кирча есть БКБ. Вот. И у Квапы сейчас БКБ. Вот теперь будет очень непросто, потому что Свену теперь нужна какая-то Кираса. Так, Тиндера. Хорошо. Стан в лоту сорт. Ульта топоричина хорошая. Минус Леон. Быстро. Свен в кексе летает в юлах. Тиндер получает спирит вессел. Какие-то печеньки без контроля. Так, не изморкл. Хорошо. Можно продолжать дальше. Стан по Квапе. БКБ, Свен прожимает, начинает ее бить. Квапа отходит. Гирокоптер тоже в БКБ, но много урона от Свена залетает. Удультом. Выбили Аегис. Ракету, ракету сбить. Сбили. Отходят. Оракл байбэкнулся. Очень круто подрались. Все, и Тиндер отпустил. Ну, это вообще бабка, конечно, вела ту рандомную печеньку, которая в итоге прилетела в Оракла. Я думал, что печенька вообще никуда сейчас уйдет, как несколько предыдущих. Но сейчас сложилось все как сложилось и сложилось хорошо. Да, он целился в Гирыча, а в итоге Свен был настолько быстрый, что он убежал чрезнает куда, успел повернуть. Они забирают Леона, Оракла, байбэк из Оракла выбивают. Еще и БКБшку из Гирокоптера и Аегис из Гирокоптера. И вот все становится значительно лучше. Так, еще и Тиндер подцепили. Квапа, будет ли как-то дефать Тиндер? Лотус на себя. Свен бьет больно. Опять молоток у нас в Лотус заходит. Винов Пейн хороший ультимейт. Кулдаун туда же бросается. Винов Пейн под БКБ режет. Минус аппарат. Минус Свен. Что же дальше? Фейс Габл и ведет. Нет, не уходит. Очень суровая ошибка, которая может стоить сейчас игры. Потому что нельзя было идти на этого Тиндера без... Во-первых, все в Лотус накидали. А не накидать в Лотус нельзя было, потому что БКБшки на Кулдауне. И не смогли пробить Тимберсо. Более того, даже если бы что-то пошло не по плану, Оракл был еще с Фолспромисом. Он бы дал Фолспромис. Так что это была очень серьезная ошибка. Без каких-либо шансов поехали. Сейчас было там 3-4 тысячи, но сейчас станет 7-8. Потеряют еще пару товаров, возможно. Может быть даже Тер-3, кто знает. Свена 30 секунд не будет. Свен два раза уже в Лотус 40 дает Сормхаммер. Ну да. Ну понятно, что в какой-то момент он будет давать Штурмхаммер в Лотус 40. Здесь ничего не сделать. Потому что БКБ нет, а кидать надо молоток. Но в данном случае ты не можешь от него защититься БКБшкой. Это прям очень плохо. С другой стороны, может быть лучше иногда и не кидать. Когда там твои тиммейты уже выдали контроль. Ну да. Дождаться как-то. Или окончание... Или давать не было. Сейчас смог будет, наверное. А, они пошли. Непонятно только куда. Тимбера опять же левать. Дождаться особо нет. Леон. Разрывились Смоки. В хорошей позиции стоял Леон. Его было не видно. Он всех увидел за счет варда. Смоки. Слетели. Что вытекает контр-инициация. Свен разультился. Свен под БКБ. Минус Квапа быстро. Хорошо. По Тимбер Солу. Есть ультимейт. От Снэпфайр. Стан от Кентавра хороший тоже. Но Тимбер все еще живет на развороте. Он сейчас будет резать. Минус Кентавр. Но Свен успел зарезать Оракла в спину. Блин, какая руина от Клопы. Это просто жесть. Она не нажала БКБ. Подставляется. Она прыгнула. Она все видела. Как в нее все полетело. И в итоге ничего не нажала. Нажала БКБ за секунду до смерти. То есть при этом она как бы и БКБ тратит. Ну да. И умирает. И умирает. И еще она сюда прилетела с ТП. Поэтому ей бесполезно выкупаться. И лететь обратно. Слушай, ну такие качели тут у нас до конца неясно кто кого. Прям очень жесткие качели. Ну Свен свое добирает. Он просто идет в урон. Понимая, что здесь дэмэдж наверное главное. Им надо вырезать Оракла. И после этого Свен просто должен вливать урон под Алакрити с Солором в БКБшке. У него урона больше, чем у Гирокоптера. Гирич там пытается собрать что-то, чтобы быть более пробивающим. Гирич тоже Дейдаллс идет. Они оба идут Дейдаллс у них. Тимбер. Сверху. Так, инвокер Торнадо. Эйзбласт краешком задевает. Тимбера, Пайпу он прожимает. Но я думаю сейчас должны его забирать. Здесь Свен. В Леона. Свен его забирает кливом. Печенька. Кто добил-то по итогу. А, вообще Аппаришн добил. Да, Аппаришн забирает Леона. Тимбер бы. Это очень забавная ситуация. Потому что Тимбер бы выживал. Потому что под Пайпом вот эти тики не проходят урона. Но Свен задел его кливом, когда бил Леона. И забрал из-за этого. Ну вот Свен туда лагеря. Под Солор крестом. Бьет по Тавру. Прожимает глиф. Да, это без ГДС, а без БКБшки. Ну, тут просто нереальные качели. Но я могу сказать одно, что эта игра мне нравится. В отличие от многих других, здесь реально интересно. Конечно, ошибок куча. Там наверняка горение. Потому что всегда, когда такие игры, идет горение. Но с другой стороны, это реально интересно. ГДС пошел. Так, гирокоптерная реакция. БКБ успевает прожать. Свена нет БКБ. Квапа залетает. Свеник ловит хороший, дает. А вот сейчас Свен проживает БКБ. И у нас есть Тампид. Уйдет отсюда Кентауэр. Он под кортиком. Тикает кортик. Не дает ему отблинкаться. Кентауэр-то паут. Ну, все ушли. Но Свен фигню сделал, конечно. С другой стороны, они в любом случае должны были отступать. Ну, вот, как знаешь, в прошлой игре играли электроникбойс. Они должны были немножко побить, отступить. Они вместо этого все нажали. Правда, и соперник все нажал. Но повезло в этот раз Е-боем, что они ушли. 4 тысячи опять. Опять преимущество незначительное. Опять Свен практически догнал гир. Еще более того, сейчас возьмет себе Дейдаус. Это страшное силище. Ему 25-й нужен. И тогда вообще будет супер мощно. Спайдер Лексы ему выпали. Это очень важный артефакт. Все, надо брать Дейдаус. Лететь. Да, есть у него деньги. Ну, смотри, это у них на 12-й полминуте забрали 3 тавера. И они вот все как-то держатся, дефают. Свен растет, скажем так. Герокоптер уже с Дейдаусом тоже с другой стороны. 7-секундный у него БКБ, а у Свена 6-секундный уже осталось. Ну, это не так сильно решает секунда разницы. Да, БКБ, конечно, то, что подняли, приятно стало таким героем, как Свен. Момент. Блин, какая игра, конечно. Вот здесь до последнего нельзя будет сказать, кто в итоге проиграет. Слушай, у меня такое ощущение, что здесь кто первый инициирует, тот драку и выиграет. Потому что уже и урона много от обеих команд. Ну, может быть. А может быть какая-то вот в случае 40 вам не всегда, кто первый инициирует и побеждает. Так, пошли, пошли. Хотят в смоках сначала зайти. Не агрятся на аванпост. Хотят пройти. Могут Леона подцепить. Леона это не то, что им нужно. Тимбер тем более. Так, Свен видит Тимбера. Реакция. Свен на ГДС, а только через 10 секунд откатится, стампит. Хороший ультимейт от Аппаришина. Снэпфайр разультилась, тоже выдает. Оркал потратил ульт в Тимбера. Так. Тимбер будет жить. Слушай, ну на развороте что-то будет сейчас. Ой, как хорошо. Ушел, Сван Клива просто срезал Тимбер и забрал еще Квапу под БКБ. Бьет больно. Блин, Свен Батти Игры получается. Как он хорошо сейчас в спину зашел, просто двоих срезал. Они уже думали все, а Свен ТГДС не подрубал с БКБшкой, он оставил. А у него не там кулдаун был? Прям буквально какие-то секунды. Ну, в любом случае это было правильно. Даже если бы кулдауна не было. Так инициировать... Ой, просто две тычки, минус Леон. Оркал туда же сейчас. Отправляется хороший стадет Кентавра, еще и гирокоптера заберут. Должно хватить урона им. Да. Свен божит. Вот он в соло выиграл эту игру. Ну, не то чтобы прям совсем в соло. Команда, конечно, ему помогала очень здорово. Но реально вот это драка. Он прыгнул на Тимбера, организовал тимфайт, отошел, подождал, когда ситуация будет более благоприятной. Увидел возможность, напал на Квапу, убил ее, ему повезло с Тимбером. После этого он прыгает, забирает Леона, забирает Оракла и забирает гирокоптера. Все сделал сам. Вот. И как он фармил? Нет, этот парень мне нравится. Он две игры играет, очень здорово. На Джаггере я хорошо выбрал айтем билд и реализовал его. И вот на Суэне. Хоть для нас это и смотрелось немного, ну так, авантюрно, скажем, но по темпу он очень хорошо чувствовал игру. И действительно, с теми артефактами, которые у него были, он рано мог начать драться вместе с командой. И это помогло им выиграть, действительно. Так, будет ли у нас заход какой-то? А, так, совершенно еще нет, еще минуты 17 до него. Паришин тоже, кстати, достаточно большой. У него и глимер есть, и выловь дискорд, и и форставчик, и даже вот гем он покупает. Чтобы снимать все эти воды, отжимается аванпост. Стампит, Свен, Леон отбринкался, ушел, Оракова отсюда не уйдет. Блин, вот Свен такую движуху наводит, что вообще ничего не успевают в Винден Рейн сделать. Они что-то бегают, бегают, в итоге все равно кто-то попадается. Там какой-нибудь спорт вне позиционки. Круто. Мне нравится. 23 тысячи, все, обошел. Слушай, ну он действительно стабильно играет. Он чувствует игру, чувствует ритм, чувствует, когда надо идти, когда не надо идти. Вот эти его врывы в спину, когда уже казалось бы, тимфайт закончился, но он просто идет в спину и срезает там двоих персонажей под ГДС. Так, Смог от Винден Рейн. Ну, поехали. Только куда идти-то, Вижена нигде нет. Вижена нет. Теперь они уже как с... Ага, аванпост. А вот они пошли за аванпостом. Все-таки. В Смоге. Рошан появился. Так, у Ивокера катаклизм готов. Это очень страшная тема. Ну, слушай, потому как... Да, как заезжает Кент, он тоже выдает хорошие станы, еще и Свен туда же катаклизм это может. Очень больно быть. Так, Гирос ДД. Важно. Это важно. Но если он нажмет ДД, а Свен даст ему молото, или Инвокер даст там надо, или Свен даст молото, Да, будет неприятно. Нужно где-то стоять крайне в спине. Кентамер вырывает от Тимбера, хороший ульт по Тимберу. Все ульты, мне кажется, попадает по Тимберу сейчас. Гирос ДД, рожал Флакенна, начинает просто настреливать Альбина Зебра. Должен погибать. Нет, Свена убили. Ну, Свен там от Флака умер, и от всего. Гирос ДД. Не учли этот момент, но все выкупаются сейчас. Понимаю, что Рошан отдавать нельзя. Куча байбэков. Да, тут, конечно, очень круто засейвили инвокера, в которого влетели. Свен быстро вырезал Леона, но много байбеков потрачено. И сейчас нельзя давать Рошану. ДД заканчивается. БКБшек нет. Кто без БКБшек сильнее? Черт его знает. Ну, у КВП есть БКБ, но не Факшана нажмет его, поэтому... Оракл и СТУЛЬТ еще, вот очень важно. Так, Смог разбили. Квапу поймать сейчас могут. Это, Ворошан, нельзя отдавать. Врыв Квапу, Квапу проживает БКБ, стампит на отход, отходит. Радиент, Тимбер, врывается сюда, начинает резать. Колдаун, инвокер в инвизе. Жесть, какая рубка пошла. Да, рубка пошла, но никого не убили, кроме Афаришина. Не сориентировались. Свен и Квапа... Ой, инвокер и Свен. Нужно было им, конечно, гасить гирокоптер без БКБ. Они напали на Квапу, но в этот раз Квапа среагировала на ЖАЛО свой... Свою БКБшку. Неужели они тут, Рошана? Ну, тут подожди еще. Тут Торнадо летит, еще выигрывается время. Очень хотят ворваться. Хотя нет стемпида. Там байбеков нет еще ни у кого. Уходят. Да, все-таки решают отойти. Так, теперь у нас все опять меняется. Кто возьмет шард? Наверное, Тимбер. Не, Гирыч сам съел. Рокет Бэрэш хочет. Угу. Ну, вот очень, конечно, это ДД сильно порешало. ДД. Свен и Нужна Кираса, он все так ее и не купил. Он пошел в урон, но он не держит сам удар. Он очень круто, если он вот так вот врывается, как ниндзя. Там всех вырезает. Ну, вот сейчас стоит у него в Крикбай Кираса. Ох, Пентэдж Сорт ему попадает. Да, это хороший шард. Хорошо для него, приятно очень. Ну, у него, в принципе, и паучья лапки есть, и вот Illusion Escape. И Пентэдж Сорт. Гирыч Балер, Левелер, тоже хорошо. Телескоп для Оракла. Или для Леона. Ну, кому-то из них. У Оракла есть Кеноптик, так что, наверное, Леону дадут. Не, у Леона там же с релик. У Леона, да, 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 тоже хорошо. Все-таки телескоп лучше, чем Кеноптик. И дает еще ауру. Просто Леон релик очень не хочет. Хотя у него один стак, блин. Леон что-то. 41-ая минута, один стак прям. Я бы не хотел, конечно, в такой ситуации быть. Так, у нас у Квапы в бутылке есть руна ДД, у Квапы есть Хекс, и Орчет, и ВКБ. В общем-то, неплохо она запакована. Шиву хочет купить следующим артефактом. Так, Тавра Лотос. Тоже нужно держать удар, потому что Свен не знает, что он хочет больше из нейтральных шмоток. Ну, на самом деле, так, он просто для сплита оставляет кейп. Контроль от иллюзии. 8 тысяч. Опять у нас вырвались вперед. Но опять это может быть еще не конец. Очень даже не... Да, сейчас туда-сюда скачут всю игру. Так, только нужно сейчас подумать о том, как дефить. И дефить ли вообще. Гир еще очень больно бьет по Тавру. Ну, конечно. О, Свен Керасу взял. Нинжи Гир. Жмет. И пошел в спину обходить. Вот это очень важно. Смотри сейчас, как Свен... Сейчас, правда, бараки уже упали, но... На отходе, может быть, как-нибудь подцепят. Там и Леон, и Оракл стоят в спине. Ну, забирает в сторону и просто будут отходить сейчас, наверное. Линден Рейн, или можно поддавить еще на мид. Можно, Крепы здесь недалеко. Непонятно, где Оракл. Нужно ему узнать, где Оракл. И очень хорошая позиция у Свена. Обходит спину. Все сидят в кустах. Там у нас инвокер против Гирыча. Свен пошел. Оракл, реакция есть. Есть. Засейвили Клопу. Но у Гирыча расстреляли первый раз. Так, ульт Леонов никуда. Пошел. Так, Гирыч в ветрах. Ченькой подставили его Крепом. Ну, как больно врываться в этого гирокоптера. Да, в итоге в вторую сторону сейчас могут отдать. Солен и половиной ГДС уже прошло. Ну, это Оегис сыр. Что тут сказать? Не боится ничего гирокоптера, стоит просто стреляет по домикам. Есть у него еще левер, с этим левелером он просто разносит. Ну, слушай, отбей с кентавровым, на самом деле он БКБ взял. Ему Баганим взять, чтобы как раз-таки вот они заезжали и не боялись урона. Ну, это еще будет возможность. Делает себе блинк. Нет, Sven Refresher решил сделать, чтобы два раза БКБ нажимать. Да, это, наверное, важно. И ГДС, и БКБ. Они, в принципе, отдали две стороны, но при этом сами они одну сторону покоцали. 15 тысяч. Игра еще продолжится. Опять же, у нас тут такая дота, что... Может, все в любой момент измениться. Гир делает бабочку. Сильно. Если Sven к этому моменту не задумается об МКБ. Так он не задумается, потому что у него сейчас приоритет стоит рефрешер, но МКБ ему по-любому нужно здесь, по игре. Да, МКБ нужен будет, если бабочку купить. Так, так, так. Так, ну инвокер хочет Хекс. Инвокер видит Тимбера. Ну, не запалит. Да, хорошо играет. Так, на разведочку. Ну все уже, в лоб-в лоб очень тяжело будет выиграть. Потому что 16 тысяч не до фарма. Как-то шутнуть Гирокоптера, если Оракл зазевается, вот опять же... Вообще, инвокеру нужно жать катаклизм первым. Не для того, чтобы попасть в кого-то. А для того, чтобы подсветить. Чтобы Sven мог ворваться. Вот они в прошлый раз сделали точности, да наоборот. Если бы инвокер нажал катаклизм, там два суппорта стояло в куче, Sven бы мог в них ворваться, убить двух суппортов, а дальше уже значительно проще. Потому что суппорты очень сильные. Особенно Оракл, который мешает невероятно. Вот если у Sven получится этот план Капкана еще раз обойти в спину и забрать Оракла быстро, или вынудить его прожать ультимейт на самого себя, это будет, конечно, шикарно. Но... Хорошую позиционку держит Винден Рейн. Они понимают вообще, что Sven уже так делал, и может еще раз грязный трюк этот свой. Уже двух сторон нет, давление постоянно оказывается. Ну, я сегодня видел, как... В первом дивизионе Северной Америки 20 минут люди против мегагрипов играли, и как будто бы у них все стороны стояли при этом. Квопа. Аккуратничать у нас обе команды. Квопа с Айн-диском. Квопу просто так не убить. Ну, парень молодец. Понимаешь, что... Как бы не всегда он может среагировать, да и тут уже на все не среагируешь. Делает Айн-диск. Да, очень много денег проигрывают, конечно. Так, Кентавр делает Аганим. Да, ну вопрос, сколько он его будет делать, и успеет ли он. Долго-долго. Еще и Sven хочется фармить, а крипы ограничены, которые заходят к вам, потому что вы зажаты на своем хайграунде. Вон деваться отсюда особо некуда. Хоть какой-то фарм с другой стороны. Ну, ты окружен, когда ты можешь стрелять в любом направлении. Пока единственный плюс, который есть у Electronic Voice. Все, бабочка, в принципе, готова у герокоптера. Он может ее купить, если захочет. Тимбер БКБ сделал себе. Ничего себе. Какой слот он. Нужно сапог выложить. Да, вот он сапог выкладывает. БКБ сейчас прилетит. Герыч там пока фармит. Лиса 6200. Да, у него избыток 2500. Ну, конечно, я не готов. ДД нашел. Надо боттл срочно. Не, просто взял. А, не просто взял. Нет, стоит, ждет. Ждет копу, наверное. Коп и боттл есть. Да-да-дам. Несет она ему. Летит, летит. Вот это сильно, конечно, сейчас будет. Опять они... Вот если они... Будет красиво, если они первый раз игру перевернули, когда у них было ДД в боттле, и еще раз, ну, закончить ее, когда ДД в боттле, покажут нам силу этой штуки. Так, что у нас по таймеру Рошана сейчас? 56 секунд. Можно, в принципе, успеть и все забрать, и с ДД потом выйти. Я думаю, сейчас так и сделают, наверное. Они уже караулят этого Рошана, ждут. Ну, если... То есть, Аегис, Ир, Шар там, или Аганим. Если и бой создадут этого Рошана, им крайне сложно будет дефтиться, потому что... Ну, за прошлый Аегис, Гирокоптер забрал две стороны. Смог. Находят Оракла, быстро стирает его Свен. Прожимает БКБ, минус Леон, так же. Дальше что у нас будет? ГДС не нажал. ГДС бережет для Гирокоптера. Для Гирокоптера все еще есть ДД в бутылке. Ну, потому что кулдаун БКБ ниже, чем кулдаун ГДС. Свен прям понимает, что если он потратит ГДС, там моментально два байбэка. Так, и, кстати говоря, Рошан появляется вот прямо сейчас. И, возможно, с упортом придется байбэкнуться. Потому что вот сейчас Свен может нажать ГДС. Так и есть Оркла байбэк. Под минус армором Оршан. Лакрити на Свена. Ну, в него сзади уже летит ракетка. Прыгает он на Гирокоптера, дает стан. Ракетка отпугивает. Нет БКБ под Лотосом. Свен. Гирокоптер раздувается в БКБ. Кентавр пытается уйти. Но какой урон заходит? Здесь ультимейт просто по всем от Клопы. Бешеный ультимейт от Клопы. И Свена зажимает куда-то в угол. А, у Свена есть байбэк. В принципе, у всех есть байбэк, но... Вот, Гирокоптер с ДД. Ну, тут на самом деле Свен без БКБ. Байбэкуются все, но слишком поздно. Все, слишком поздно. Аганим лежит. Брать его нельзя, конечно же. Тимбер взял, все в порядке. Не, ну я имею в виду. Да, да, да. Дайвить за ним. Ну, все на байбэкались, конечно, это супер провал. Тут... Все, тут конец. Вот 33 тысячи как бы по золоту, это тоже очень сложно как-то перебить. Огромный гирокоптер, посмотрите, сколько у него денег. 9 тысяч. Избыток 5. Аппарат подцепили. 2 чакрама. Аппарат уходит в инвизия. Кидает. Айсбластом по двоим попадает. Хорошо, Энвокер Кекс на Леона. Так, дальше Кентавр Леона подцепил. Леона убили. Свен борется с иллюзиями. Под БКБ. БКБ сейчас закончится. Избирокоптера выбили Аегис. Кентавра тоже убьют. Оракла забрали. Кентавр тоже минус 3 в 3 ситуация. Аегиса больше нет. Так, Свен под ГДСом бьет. Тимбер, Тимберу больно. Тимбер крутится в юлах. Будет сейчас как-то ухать или нет. БКБ прожимает. Тычка последняя доходит. Минус Тимбер. Жесть. Просто жесть. Гирыч под спирит веселом. Ну, можно сказать, что условно отбились. Они забрали троих. Выбили Аегис из гирокоптера. Ну да. Они прям жестко отбились. Они там как-то опять на получал оракл. Он вынужден был ультимейт на себя юзать. При этом потом еще убили Леона. Два героя без байбека. И выбили быстро гирокоптера. Как мы видим, Свен все еще справляется с гирычем. И все-таки делает рефрешер. Ну, я думаю, что просто потому, что причина довольно проста. Потому что Свен дерется не с гирокоптером в данной ситуации. Он скорее ищет всяких суппортов. И кого бы ему вообще там поубивать. Ну да. Так, инвокер. Сейчас квапу найдут. Но у нее айн-диск. Ну, выбить айн-диск из нее попробовать. Не, это слишком, да. Слишком опасно. Не хватит ресурсов. К тому же 21 тысяча. Нетворс. Ну, очень, конечно, все до сих пор напряженно. Свену надо и рефрешер. И свифт блинк. И муншард съесть. И, не знаю, может быть даже аганим купить. И мом продать, взять вместо этого МКБ. Все, короче, надо. Денег вообще нет. Ему еще тысяч 20 надо. Так он проседает просто на сколько получается. На 13 тысяч от гирокоптера отстает. Ну, гирокоптер, как видишь, он на 13 тысяч опережает. Но что-то его последний раз разрубило. Как будто это у него 26, а у Свен на 39. Ну да, ну вот видишь, кто в кого инициирует. Свен под ГДСом это очень мощно. А, и 28 уровень. Так, рефрешер у него есть. Ой, блин, он же, он взял вообще не тот талант. Ну, в смысле, понятно, что он хочет контроль. Но если Свен дойдет до таланта, плюс 50% к урону ГДСа. Вот это будет мощь. Да, рефрешер очень важно. Теперь можно поинтереснее. Так сейчас под вардами, правда, находятся. Это очень опасно. О, оперейшн. Встревает здесь. Да, буквально сделал там лишнюю. Чуть позже пришел сюда. Но на самом деле хорошо, что Свена им не убили. Так, и без аппарата можно попробовать подавить. Потому что аппарат это довольно важная боевая единица. Своим ультимейтом. Инвокер должен пытаться развести как-то. Нет, он делает ТП. Он будет дефить как раз. Как-то торнадоми пооткидывается. Свен, ГДС. Свен пошел искать кого-то. Леона. Леона убьет. Ну, БКБ же где? Ну, там Кекс. Где БКБ с на файер разультилась. Ультимейт по Свену попадает. Свен. Есть еще рефрешер. Гирокоптер заходит сюда под БКБ. Очень много урона нарезает. Минус инвокер. Инвокер байбекается. Кентавр отстанивается. Кентавр под БКБ, но он вообще не живет. Ему очень больно. Свел залетает на Тимбера. Свен бьет с руки хорошо. Оракл дает ультимейт. Тимбер живет. Тимбер БКБ на развороте. Пытается резать кого-то. Поднимает Свена в юл. Боже, как больно Свену. Свен сейчас может уйти. Опять станд. Просто молот в лотус. Дядя, где же твой рефрешер? Да, ну там. Можно было прожать рефрешер БКБ и дальше идти драться. Тимбер с двойным сыром. Так называемый. Под ультой Оракла. Ну и все. Здесь без Свена уже никуда. Да, пытается как-то вносить урон по Геррокоптеру, но это все... Даже смотри. Вот если бы был Свен, смотри, как было бы. Хорошо. Да, он сейчас сюда залетел просто и раздал. Мин оф Пейн, доминейтинг. Кентавр пытается до конца убил Геррокоптера. Но здесь трон уже падает. Смотри, как Вапана стреливает просто по трону. Не смог ничего сделать. Минус трон. Ай-яй-яй-яй-яй. Победа в Инден Рейн на второй карте. Что ж, все решится на третьей карте в этом противостоянии, дорогие друзья. Мы уйдем на небольшую паузу, а вы оставайтесь с нами. Доброго понедельничного утра всем. Продолжение следует...